всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня я буду отвечать на вопросы которые вы оставляли мне под одним из видео я просила вас да и есть несколько вопросов которые вы мне написали и на которые я хочу сейчас ответить но я сейчас болею вот и как уже наверно многие из вас поняли и у меня в общем образовался на глазу ну не помню как правильно назвать короче конъюнктивит у меня такая инфекционная такая история вот я сейчас прохожу лечение поэтому глаза у меня такие красные заплывшие разные и в общем какой-то кошмар но я буду сегодня в очках с вашего позволения только внесла блеск немножко бровки подкрасила больше никак не красилась вот такая какая есть но хочу ответить на эти вопросы то что видео на самом деле это было очень давно уже уже просто станции неприлично не отвечать на вопросы и сегодня я это обязательно сделаем очки очки я ношу кто недавно подписался то было у меня такой этот комментарий что типа что очки одела умная самое типа хочу казаться умный нет я очки ношу у меня на самом деле ну такое немножко плохое зрение минус 2 и минус 175 как раз таки вот этот глаз который сейчас болит он у меня хуже всего видит я плюс еще закапала глаза и у меня такое все 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 мутное в общем в очках значит давайте сразу приступим не буду я много болтать потому что я и так на самом деле болтушка счета у меня здесь на коленках ноутбук я с него буду читать чтобы его не подносить вот так вот близко потому что плохо достаточно плохо вижу ну здесь у меня вопросы я конечно эти вопросы читала здесь у меня вопросы в том числе про похудение хотя эта тема у меня уже кажется давно не поднимается на канале но все же вопросы есть и я с удовольствием отвечу так еще хочу сказать у меня сейчас в последний месяц уже наверное нет ни ваших фотографий да вот этих аватарок не название у меня просто юзер и там куча цифр набор каких-то букв и так далее поэтому именно я тоже не могу озвучить но это не я уже виновата вот в общем вопрос такой начал наталья добрый вечер начала вас смотреть с роликов про похудение подскажите как сейчас держите вес как питаетесь что изменилось с того времени как похудели спасибо за видео как сейчас держу вес точно так же как и до этого но я вы поймите я же тоже живой человек где-то я чуть-чуть поправила где-то я чуть-чуть похудела ну то есть сильных таких разбросов в пять килограмм у меня нет средний мой вес он так и остается 58 килограмм это да я не худая но и не полненькая я так считаю вот то есть ну там разница но максимум три килограмма плюс-минус три килограмма обычно это плюс-минус два килограмма иногда бывает конечно же и поменьше как бы вот все мы живые люди да так питаясь точно так же то есть все то же самое я я все что мне хочется но в небольших порциях вот так вот что изменилось того времени как похудели что изменилось нет изменилась всего лишь одна вещь это то что я все же пытаюсь приучить себя к спорту приучить себя к спорту в каком плане в плане того что он и я не хочу за счет него держать вес за счет то есть там поела и пошла там сожгла там 300 калорий там допустим да нет не ради такого я хочу чтобы у меня спорт был ну как почистить зубы к сожалению у меня это не получается сколько лет я уже борюсь один тренажер второй тренажер да я в них занимаюсь но надо же это делать регулярно а не раз пятилетку я бы так выразилась вот поэтому у меня пока с этим сложности единственное что на постоянной основе я хожу бассейн но сейчас я не болею сейчас я болею поэтому я не хожу вот и ну бассейн не нравится опять же бассейн я хожу знаете не как там все прям тренировка там с каким-то еще там всякими штуками да утяжелителями нет я вот так вот поплаваю скажу в сауну гидромассажную ванне посижу потом помоюсь я намажусь кремами с ног до головы и поеду домой но мне очень нравится ну можно это отнести к спорту я отношу ну вот как то так ну и че я стала пить я уже об этом говорила сейчас тоже у меня кажется даже видно на видео мне вот эта сторона очень сильно опухшая вот это у меня плохо здесь глаз все тут болит это кошмарная лечусь девочки все будет хорошо эти глаза красный кошмар вот и соответственно из-за того что я пью че мне очень радостики разные завариваю там прям балдею и я немножко вот подойти к ну и возраст все таки я с годами не молодею мне скоро будет 38 лет и конечно уже я вижу уже кожа становится не то и так далее вот спортом я занимаюсь для того чтобы держать себя в тонусе тело в тонусе не кожу даже а тело чтобы быть вот активные и так далее так далее в общем спорт это все-таки полезно для здоровья в умеренных количествах я считаю но у меня маловато спорта вот надеюсь что я ответила на этот вопрос следующее здравствуйте наталья у меня несколько вопросов подскажите пожалуйста изменилось ли ваше питание привычка и с момента того как вы похудели я уже ответила сейчас вы тоже контролируете себя я не контролирую себя уже очень давно то есть это уже привычка количество употребляемой мной еды это привычка я не могу физически съесть больше то есть у каждого из нас есть какой-то вот определенные знаете это как с алкоголем да после двух бокалов ты уже пьянешь ты это знаешь и как бы больше двух не пьешь но я так вот образно говорю здесь то же самое то есть есть определенная скажет доза можно так назвать после которой я знаю что ну ну будет тяжесть будет плохо там тошнота вздутие там то есть я не переедаю чувство переедания у меня нет вот и все то есть нет такого что я прям вот хочется еще ложечку положить но я не кладу нет такого нет также кушайте два раза в день но полноценная прием пищи да у меня в принципе практически всегда два раза в день кроме тех но это как и раньше было когда я варю свежий суп вот он свежий только только я сварила его я могу съесть если это не горох потому что я не люблю и ну какой-то вот рыбный я с удовольствием поем так принципе не обеда но опять же если я не ем первое блюдо до днем то я ем что-то другое могу йогурт выпить могу там я не знаю кофе там с чем-то позволить себе там я не знаю ну что то такое вот фрукты днем употребляю достаточно больших количествах хотя говорят что фрукты это тоже как бы влиять на фигуру но не знаю но я люблю фрукты не отказываю себе в них там сладкий кофе я пью чеи какие-то ну то есть такое вот кусок ничего короче вот хорошо это или плохо я не знаю но я делаю это не потому что мне помогает это поддерживать вес нет а потому что я в принципе не люблю первые блюда поэтому мне вкуснее что-нибудь другой вкусный газ есть вот и все только то есть только из-за этого то же самое на завтрак не ем каши не потому что это как-то влияет на мой вес а потому что я не люблю все . на это вот какие советы можете дать спустя несколько лет это все тот же вопрос ну все те же быть честность собой откровенной собой это самое главное и не до не дать себе вот если в самой себе вообще всем не давать себе набирать вес то есть как только вот ну контролировать себя то есть как только вы видите что вы не влезли в джинсы или в какие-то брюки значит уже сразу же брать себя в руки они думают что они там сели и так далее то есть не врать самой себе это вот самое главное то есть честно смотря на себя говорить что да я как бы подправилась малеха пора уже как-то холодильник закрыть ну что-то в этом духе вот так надеюсь что я ответила этот вопрос следующий здравствуйте наташа у меня много у меня вопроса хлебопечки как часто вы в ней выпекаете хлеб какие виды и всегда ли получается делаете тесто для пиццы вареников пельменей хочу знать ваше мнение сомневаюсь нужна ли мне хлебопечь а что-то я не отметила этот комментарий он недавно появилась не знаю но про хлебопечку не знаю может во влоге каком-то я еще покажу расскажу но хлебопечка нужно этим людям у которые живут у которых вы прямо так нужно живут ну скажем так у которых нет шаговой доступности магазина со свежей выпечкой вот этим людям нужно хлебопечка однозначно потому что я живу за городом и вот например я сейчас болею муж там поздно приезжает с работы все равно там хлеб булка она все равно нужно забросила она там сама себе сама все натворила замесила подняла опустила и все у вас через три часа там ну в зависимости от программы но в среднем там три часа у вас готов хлеб супер супер если вы живете за городом ну как то так или вообще если вы любите ну скажем так натуральный хлеб без всяких добавок сами вот со всякими семечками и изюмом там и цукатами и тому подобное то тогда да единственное что вот спустя какое-то время нам надоело этот хлеб реально хочется вот обычные вот такой вот магазины особенно черный обычные магазины то есть все равно нет нет я что-то такое покупаю всегда ли получается ну если смесь то всегда если самой делать то не всегда иногда у меня получается такой слишком влажный то есть мало муки добавила либо слишком такой разрыхленный ну в общем по-разному получается но можно будет найти какой-то свой определенный рецепт свою определенную марку там муки и так далее и вот путем экспериментами добиться этого во всем остальном хлебопечь в принципе не нужна мне кажется мультиварка это более нужнее я кстати хочу себе мультиварку я тут это пока болела девочки я чё-то меня вот понесло я пошла технику смотреть вообще это все про мясорубку я до сих пор себе по мясорубку хотя в принципе можно тысячи за три купите не за чую не покупаю до сих пор но мне теперь понравилась мультиварка за 7000 я хочу эту мультиварку и вот как бы вот ну как то так хотя в принципе не могу сказать что она мне прям вот кровь из носа нужно нет ну вот как то так я считаю но я очень хотела хлебопечку именно тогда когда мы приехали сюда потому что очень часто было такое вечером забыла посмотреть забыла там мужу написать там у вечером смотришь хлеба нет думаешь ну надо что-то придумывать с утра жарить там еще что-то так поставил замесила все я там делаю только хлеб больше тесто никакой не замешивала тесто на булочке я замешиваю сама и стоит она у меня подымается в духовке потому что я замешиваю сразу много а там все-таки не так много так следующее наташа пора запустить прямой эфир мы там тебе вопросы будем задавать но как идея супер идея даже хотела это сделать но заболела и мне достаточно ну вы поняли у меня я не знаю я не могу даже это пообещать потому что у меня 7 пятницы на неделе я вообще я не знаю чем старше становишь тем менее постоянным человеком становлюсь я знаете бывает вечером засыпаю там думаю так я завтра встану мне надо вот это вот это вот это вот это сделать утром встала собралась умотала куда-то все хотя муж говорит что я всегда была такой возможно вот так следующий вопрос у меня вопрос про скребок гуаша пользуетесь или нет есть много мастер-классов со скребком до в самом начале надо пользоваться через раз потому что сходит отечность но это хорошая помощь как от кожи очиститься если еще не пробовали то почему вообще я читала про этот скребок гуаша гуаша я правильно ударение ставлю вообще или нет я только сейчас задумалась в общем я читала про этот скребок много разной информации я считаю что этот скребок должен быть неважно для тела или для лица он должен быть из натурального камня я просто читала очень много на эту тему информации и там суть именно в том что она сделана из натуральных вы поняли из натурального камня или из натурального дерева но не просто натурального дерева какого-то там дерева в общем должно быть из натурального камня то есть пластик ну вот это же то есть это не просто скребок гуаша это целая история то есть это какие-то Это эфирные масла у вас вокруг должны летать, это масло для массажа должно быть там какое-то особенное, это вот этот вот натуральный, то есть натуральный камень, он же как бы охлаждает немножечко, правильно выстроены там вот эти массажные линии и так далее, и так далее. То есть это прямо целое такое, ну лично для меня это целый такой ритуал должен быть, вот, ну как-то не добралась до него, вот, просто всё, не считаю в нём ничего плохого, не считаю в нём ничего хорошего, нет, точнее, хотела сказать ничего хорошего, нет, не считаю в скрипке гуаша ничего плохого, но и не нужно ждать от него, что вы там помолодеете на 50 лет, это неправда. Это снятие отёчности, ну да, мне бы неплохо бы, но не знаю. Так, следующий вопрос. Вопрос о том, как вы всё успеваете делать? Муж и дети, животные, уборка, дом, огород. У вас всё-таки большой дом. Очень большой дом. Ну, не очень большой, бывает побольше, 230. Слушайте, я вчера спрашивала вам уже, сколько у нас квадратных, 238 или 235, он мне вчера сказал, квадратных метров дом. Как я всё успеваю? Не успеваю ничего, вот, но, вы знаете, плюс загородного дома в том, что вы каждому, каждой вещи, то есть большого дома, можете найти своё место. И если приучить себя складывать эти вещи на их место, то всё будет очень даже неплохо. Плюс я вот в последнее время, я вообще такой, знаете, вот на бытовую всякую технику, на кастрюли, сковородки, вот это всё я всегда жалею деньги. Но в последнее время я себе сказала, Наташа, ну ты чё, я живу одна с тремя мужиками, они чё-то, они мне помогают, безусловно. Но, по сути-то, хозяйка одна я, и, ну, я, в общем, для себя решила, что это будут мои помощники. Кстати, у меня есть новый пылесос, я его покупала сама, давайте так, его покупала у меня мой муж, муж купил, да. У меня есть швабра прикольная, что у меня ещё из новенького есть, надо подумать, что-то у меня из техники новая есть, появилась за последнее время. Я сниму, потом покажу, расскажу, заказывала на озону мне пылесос такой прикольный, я вообще от него балдею. Я хожу каждый день пылесос, теперь, прикиньте, ну мне и надо каждый день, у меня же животные, вот. Ну и плюс ко всему у меня большие уже дети, одному будет 12, второму 8, и как бы уже нет вот этого, вот, знаете, что я прям нужна каждые 5 секунд. Вот, поэтому, ну, как-то вот, не знаю, стараюсь распределять свой день таким образом, чтобы всему я уделила время чуть-чуть. У меня нет генеральных уборок, у меня нет ничего. Я вот, например, сегодня там застилаю там кровать, увидела где-то пятно, пошла тряпкой вытерла. Как-то так. То есть я и в день и убираюсь, и готовлю, и занимаюсь животными, и занимаюсь детьми, и чуть-чуть огородную грудь у меня такой, девочки, я вас умоляю. Три грядки в дворе, да, стоят у меня, и всё, и маленький парничок. Я рассаду в этом году не сажала, решила, что всё куплю, ну нафиг эту рассаду, надоело мне всё это. Вообще я каждый раз псевпую, говорю, всё, мне всё, надоело. Ну, потом ничего, отхожу, бывает такое. Следующий вопрос, который я тоже отвечу в этом видео, видео получится длинным, я постараюсь его немножко помонтировать, но как получится. Так, здравствуйте, у меня тоже есть такой вопрос, вдруг вы решите выпустить такое видео. Как относятся родные от того, что вы домохозяйка и на работу не ходите? Этот вопрос касается меня тоже. Я также живу в частном доме, не работаю, а так по дому готовка, уборка, огород вяжу на заказ, а муж зарабатывает вахтовым методом, и нам хватает. Но вот родственники все косо смотрят, типа дармоедка лежит дома, ничего не делает, то-сё, в общем, повсячески попрекают. Хотя я не жалуюсь, и муж не против, что у нас именно так, и всё устраивает. В общем, наговорила и выговорилась. Как у вас обстоят с этим дела? Я вам скажу, нифига себе вы не работаете, вяжете на заказ. Вот кто когда-нибудь вязал, если, то знает, что такое вообще вязать руками. Ничего себе не работаете. Я вообще, не принижайте свои достоинства ни в коем случае. Ни в коем случае. Значит, я вообще вот в таких вот ситуациях, про родственники, соседка, это вообще моя любимая тема. Соседи же вообще знают лучше, как вам жить, чем вы. Это же вообще просто. Без соседки вы вообще не проживёте. Но ладно, не об этом. Мои родственники уже никак к этому не относятся. Они вообще меня считают достаточно такой, ну, такой, знаете, самовлюблённый, странный. Я не знаю, ну, это я так мягко, да, если... Мат нельзя в интернете, да, говорить. Поэтому я вот именно таким образом отвечу. Я очень жёстко в этом плане. Причём, причём, чем старше становлюсь я, тем более жёстко я, наверное, отвечаю на подобные вещи. И вообще жёстко ко всему этому отношусь. Объясню, почему. Вот смотрите. Я на своём примере. Никого, ни неволю, ни в коем случае. Это моя жизнь. Это мой выбор. Это мои решения. Это мой муж. Это мой дом. И можно продолжать дальше. Я живу так, как мне нравится. Если мне не нравится, то я это буду исправлять. Если я это не исправляю, значит, мне так нравится. Люди, с которыми я общаюсь, я уважаю их выбор, их мнение, то, как они выглядят, говорят и так далее, и так далее, и так далее. Потому что это их жизнь. Я уважаю их выбор. Если они не уважают мой выбор, есть ли смысл мне с ними общаться? Нет. Нет. Вот это то, как считаю я. Опять же, я ещё раз повторюсь, что я никого не неволю, никого не заставляю так делать. Но есть... Это что касается больше, наверное, каких-то знакомых, друзей, соседки, да. Есть родственники. Но здесь получается то же самое. Если вы честно и откровенно один раз сказали, что вас устраивает вот так, вам всё нравится вот так, то есть, ну, это я на себя перекладываю, да, и вас всё равно при этом начинают говорить, что вы дармоедка, и так далее, и так далее, и так далее, для меня это не уважение ко мне. Есть ли смысл доказывать человеку, который меня не уважает, хоть что-либо? Нет. Я вам больше скажу, что если вы, вот я могу сказать, да, ничего себе вы не работаете, вяжете на заказ. Ничего себе! Вязать, сшить на заказ – это ручная работа. И я уверена, что вы не 10 тысяч за каждое изделие только за работу получаете, потому что я как-то узнавала, кстати, сколько стоит, вот, когда вяжешь на заказ, там, по-моему, закладывают к цене за ниточки тысячи три или четыре. Это вообще, ну, я считаю, что по сравнению с той работой, которую проделываете, это вообще ничто. Вот, то есть здесь, ну, чистой воды неуважение. Вы со мной согласны? Согласны. Я уверена, что согласны просто. Но есть ли смысл доказывать? Нет. Я вам больше скажу, чем больше вы будете доказывать, и чем больше вы будете оправдываться, тем больше вас будут клевать этим. Поэтому я делаю как? У меня тоже есть такие люди. Я делаю как? Я говорю один раз, второй раз. На третий раз я говорю о том, что я больше не хочу обсуждать эту тему. То есть на третий раз я говорю уже более мягко. Более мягко, да, что я не готова обсуждать с тобой эту тему. Это моя жизнь, я живу так, как мне нравится. И никого не заставляю жить так же, как я. И будьте любезны, меня не заставляйте жить так, как вы. На четвёртый раз я этому человеку говорю, слушай, ну ещё раз ты будешь вот это вот заикаться. Я же тебе объяснила в прошлый раз. Чего вот начинать-то всё заново? То есть я уже более грубее. А на пятый раз я говорю ещё раз, и мы не будем общаться вообще никогда больше. Ну вот у меня обычно с третьего раза понимают. Ну я как-то так. Ну я действительно не буду больше общаться. То есть я не буду звонить, я не буду приходить, я не буду вообще ничего. До тех пор, пока я не подзвонить, не спрашиваю. Наташа, ты что, обиделась? Ну как бы да, обиделась. Ну вот как-то так. Это лично у меня так. Я знаю, что не все могут так сделать. Но как-то так. Отвечайте на вопросы честно. Вот я вам такой только совет могу дать. То есть если вас спрашивают, а если муж уйдёт, что ты будешь делать? Я отвечаю, пойду на работу. Ну ты же никому не нужна, будешь без опыта работы, без того, без сего, без этого, без пятого-десятого. Я говорю, пойду полы мыть. А что до такого-то? Я реально так говорю? Я реально пойду так делать, не дай бог, да? Но всё же пойду мыть полы. Я не вижу здесь вообще ничего страшного. И это не стыдно. Стыдно пойти на панель. А на полы мыть вообще не стыдно. То есть имея голову на плечах, имея руки, я считаю, что можно найти любую работу. Ну я сейчас начну писать, смотря где живёшь. Ну возможно, смотря где живёшь. Ещё я иногда так говорю, а ты что меня совсем за дуру держишь? То есть я настолько дура, что не могу никуда устроиться? Если мне говорят да, я говорю, ну как бы всё, разговор закончен на этом. То есть, ну вот как-то так. И, знаете, вначале приставали, а сейчас как бы просто принимают меня как факт. Вот я тот человек, который не будет есть тогда, когда не хочет, не будет пить тогда, когда не хочет, не будет идти туда, куда не хочет и так далее. Вот я такая самовлюблённая, своя нравная особа. Зато живу так, как мне нравится, в своё удовольствие. И как-то так. Всех слушать, с ума сойдёшь. Ну вот, я надеюсь, что я вам ответила на этот вопрос. Ну вот, как-то так. Так, давайте следующий вопрос. Вот у меня ещё вопрос был такой. Хочу узнать ваше мнение, почему перестали заказывать продукцию компании Фаберлик. На самом деле, честно признаюсь, потому что в прошлом году, после начала СВО, то есть с 24 февраля, были некие с этой компанией такие вопросы, связанные с моим выбором, на чьей стороне быть и так далее, и так далее. Всё, что с этим связано. И после этого я как бы... Вообще, компания Фаберлик, вы занимаетесь косметикой. Причём здесь моё отношение к какой-либо ситуации. Вот мне это просто интересно. И после этого я решила, что я не буду больше. Вот и всё. Всё, как отрезала. Больше не заказываю. Возможно, не права. Есть хорошие продукты. Но вот такая ситуация, знаете, когда вот это вот... Я о политике на своём канале не рассказываю. Тут мне, значит, это... Идите на выборы, да? Ну, знаете, я уж найду, куда мне пойти без компании Фаберлик. Вот как-то так. Я честно отвечаю. Как было. Я знаю, что многие блогеры не говорят об этом. Но я знаю, что я не одна такая, кому писали об этом. Так, где-то у меня здесь был ещё, 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 ещё вопрос. Вот, здесь было два вопроса на эту тему у меня. Я их зачитаю. Наташенька, смотрю вас очень давно, обожаю ваш канал. Хотела бы узнать, может быть, я что-то пропустила, совсем не вижу вашу мамочку. Если можно, дайте какую-нибудь информацию. Большое спасибо. И ещё был вопрос на эту тему. Вот, тоже про маму, где она, что с ней, как здоровье. Значит, моя мама снималась на моём канале. Это было как некий такой эксперимент. Был такой момент, мы сюда переехали. Ну, она мне помогала. И, так сказать, это, кстати, был последний вопрос, да? Делать было особо нечего. И, ну, я предложила она, ну, давай я с тобой там что-нибудь это и всё, да? То есть она не вела свой канал, вела канал я всегда. И потом получилось так, что в её жизни появились более интересные вещи, чем мой канал. Чему я очень-очень рада на самом деле. Вот. И поэтому она приняла решение не сниматься, причём не сниматься совсем, не периодически появляться у меня на канале, да? Потому что, ну, она считает, что это ни к чему. Плюс были моменты, когда, знаете, ну, она читала негативные комментарии, я вот так скажу. Ну, и поэтому, как бы, всегда очень расстраивалась из-за этого. И сейчас она даже не смотрит мой канал, она не читает, потому что она говорит, я не могу вот это всё, то, что иногда пишут, вот это всё. Вот. И, ну, вот как-то так. Так, я там всё ответила. Так. Ответила. Как, насчёт того, что, где она находится, я не всегда удивляюсь, как мне ответить на этот вопрос. Адрес сказать? Ну, скажите, я, меня просит она не говорить о ней ничего. Я уважаю мнение других людей. То есть у меня есть люди, у меня есть сестра ещё, у меня есть два племянника, у меня есть свёкра, у свёкра есть жена, у неё тоже есть родственники. Есть ещё у меня муж, дети. Ну, то есть я же не одинокий такой человек с этими, с хвостатиками здесь живу, понимаете? У меня есть много людей, которые не хотят участвовать в моих видео, не хотят. У меня есть друзья какие-то, которые тоже, как бы, говорят, что прикольно, молодец, ты снимаешь, но можно нас не снимать, пожалуйста? И я с уважением к этому отношусь. Если человек меня просит не рассказывать о ней, вот то же самое сестра, она говорит, ну, пожалуйста, я там упоминаю её иногда, она говорит, не рассказывай про меня. Я не рассказываю, потому что меня об этом просят. Вот что вы от меня хотите? Всё. Я сказала, всё хорошо, лучше, чем было у моей мамы. Но она просит мне рассказывать. Я не рассказываю. Давайте с уважением относиться к любому человеку. Вот. Так что, как-то вот так. Я надеюсь, что я ответила. То есть, там были какие-то догадки, преддогадки, что я кого-то выгнала, меня выгнали, там, в подвале держут, к цепям приковала, там. Я вас умоляю. Кошмар. У меня подвала, кстати, нет, если что. Ну, минуточку, у нас в доме нет подвала. Так что, да, так что держать негде. В сарай, если только там холодно зимой. Вот. Так что, надеюсь, что я ответила на вопросы. Извиняюсь за мой голос, извиняюсь за мой вид. Ну, как есть. Вот. Так что, так что, надеюсь, что ответила. Если есть ещё вопросы, оставляйте их под этим видео. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Всех люблю, целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok